Сегодня все больше казахстанцев стараются привнести в интерьер своих домов национальный колорит. Так называемый этно-дизайн в последнее время набирает все большую популярность. Уникальные изделия сочетаются с современным интерьером. И сейчас я говорю не только про традиционные корпешки. Люстры шанарак. Вот новый тренд. Меня зовут Асем Хасенказе. Это программа Made in KZ. Сегодня о том, как превратить шанарак в источник света, прямо как в юрте. Поехали! Первые прототипы современной подвесной люстры появились еще в эпоху античности. Они представляли собой чаши, заполненные маслом или жиром. Придать светильнику привлекательный вид первыми решили греческие мастера. Так появилась многосвечная паникадила. Их изготавливали из меди, бронзы и серебра. Ну вот я уже в мастерской. Она, как мы видим, небольшая, но зато такая уютная. Что же еще нужно мастеру, чтобы творить? И знаете, первое, что я ощутила, когда зашла сюда, это запах древесины дерева. И это неудивительно, потому что это основной материал при изготовлении люстры шанарака. И знаете, мастера используют в основном березу, потому что со временем остальные виды дерева могут либо отсыреть, либо изменить форму, либо потрескаться. По желанию клиента, конечно, люстру можно сделать и из пластика, чтобы она была легче. Но даже приглядевший светильник из искусственного материала не отличить от деревянного. Так мастерски его покрасят. Как мы все с вами знаем, шанарак представляет из себя деревянный обод с выпуклой решеткой внутри. И, конечно же, люстра шанарак содержит в себе все эти элементы. И самое первое, что нам необходимо, это фанера толщиной 8 миллиметров. Из нее мы будем вырезать кольца нужного диаметра. Все зависит от заказчика, какого размера он захочет люстру. Так, перед этим нам, конечно, необходимо сделать все замеры и делать отметки. После чего фанеру мы будем вырезать специальным ручным фрезером. Перед тем, как приступить к делу, нужно зафиксировать лист фанеры на рабочем столе струбцинами, специальными зажимами. Теперь мастер вырезает обручи для люстры, верхнюю и нижнюю части. Затем с помощью планки их соединяют вместе. Делается это с помощью деревянных, а также бронзовых гвоздей. Затем идет этап покраски. Он считается одним из самых сложных. Обычно перед покрытием краской деревянных изделий материал грунтуют, чтобы краска легла ровно. Но в таком случае материал деревянное изделие больше будет похоже на пластик, а нам этого не нужно. Поэтому мастера обрабатывают необработанное дерево. И если покрыть лаком необработанное дерево, то в таком случае будут проявляться натуральные узоры и фактура древесины. Мастер сверлит отверстия для перекрестных рейк и патронов, а затем начинает их устанавливать. Люстра практически готова. Ко всему прочему, мастер оснастил светильник пультом управления. На ней есть кнопки, которые определяют режим освещения. Всего их шесть. Последний этап – это декорирование. Украшает мастер готовую люстру бусинами, лентами и перевязывает жель-бал, то есть шерстяной лентой. И тут, конечно, не обойтись без казахских национальных узоров. Знаете, это дело не терпит суеты. Тут очень важно вдохновение. Поэтому мастер любит не спеша экспериментировать над каждой люстрой. Именно поэтому люстра Шанрак получается такой уникальной и неповторимой. На первый взгляд, все Шанраки-люстры похожи друг на друга. Но это не так. По словам мастера, даже при большом желании он не сможет сделать две абсолютные копии. Производство люстры Шанрака занимает от 7 до 14 дней. При этом купить такое необычное изделие ручной работы можно ничуть не дороже заграничных фабричных ламп. Такие люстры можно встретить в магазинах города. Красиво, экологично и уникально. Вот так производят в Казахстане. Казахстане. Вот так. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...